Вы в курсе, что 6 лет назад в России вступил в силу антитабачный закон и направлен он на оздоровление нации. В рамках его реализации в Сочи проходят различные мероприятия и акции, ведется большая профилактическая работа. На радость всем не курящим. Да и сами курящие теперь уже чаще приходят к мысли, надо бы бросить. Легко сказать, хотя там многие могут не все. Как это сделать? Почему сигарета способна превратить жизнь в пепел? И кто уже смог победить никотиновый смог? Наша программа в курсе. Скажите, в вашем окружении есть курящие люди? Нет, мы бросили лет 10 назад. Я не переношу табачный дым. Так, а в вашем окружении кто-то курил, курит? Муж курил. 30 лет. Ой, как удалось бросить? Просто сила воли. Бросил просто. В течение двух месяцев, медленно. Вы обращались к специалистам? Нет, я сам. Дети никогда не видели его курящим. Сигареты лежали свободно, и ни одна дочка не курит. Нет, я не курю. Мне с детства мать запрещала, такого воспитала сына. В нашем окружении практически все ребята не курят. По праздникам можем выпить, поехать на рыбалку. Только так. А так... И никогда не пробовали? Ну, в детских шалстях все пробовали. Кто-то нашел в этом для себя утешение, а кто-то нет. А я не курю и не пью. И никогда не пробовали курить? Нет, раньше курила. Я йогой занимаюсь. Вот. И когда я прихожу на тренировку, мне плохо. Я поняла, что как бы это вредит здоровью. А легко удалось отказаться? Нет. Мне кажется, там какие-то зависимости. Это зависимость специально в сигареты добавляют какие-то вещества. Ну, и все-таки вы сами бросили курить или с помощью специалистов? Ну, я сама. Ну, это сложно. А вы-то сами курите? Нет, бросил. О, давно? Ну, лет пять-шесть назад. Как удалось? Ну, разные способы есть. Я разные как бы пробовал, но мне помогли таблетки. Бросайте курить. Здоровый образ жизни. В вашем окружении много тех, кто курит? Да. А вы сами? Да. Много курите? Да. Сколько? Прилично. Несколько пачек. Да ладно. А знаете о том, что это вредно? Знаю. Не пугает ничего? Нет. А бросить не хотите? Ничего. Все вредно. Все полезно в меру. Понимаете? Главное – получать от жизни свой кайф. А между тем не лишний быть в курсе, чем этот кайф может обернуться. Все знают, что курить вредно. Знают это и курящие, и не курящие. А все-таки как выкуренная сигарета влияет на организм? Вот конкретно. С каждой затяжкой сигаретного дыма в организм поступают более 5000 видов химических элементов, которые оказывают различное токсическое действие на организм. Сразу же с первой затяжки образуется продукт горения смола. Это черное липкое вещество, которое обволакивает зубы, десна и постепенно разрушает зубы, приводит к парадонтозам. Дальше сигаретный дым поступает у нас в полость носа. Там рецепторы обоняния блокируются им и перестают действовать. Дальше сигаретный дым идет глубь, поступает в легкие, в альвеолы. Альвеолы – это такие крошечные мешочки, из которых наши легкие созданы. И они участвуют в газообмене. Альвеолы осуществляют газообмен между воздухом и кровью. И вот токсичный угарный газ сигаретного дыма через эти альвеолы поступает в кровь, связывается с гемоглобином крови, вытесняя кислород и разносится по всему организму, что приводит к кислородному голоданию и постепенному развитию одышки. И как следствие масса различных заболеваний. Склонность к развитию бронхолегочных заболеваний различных. Ну и не только бронхолегочных, наверное, да? Не только, да. Но у нас в России на первом месте по смертности состоят сердечно-сосудистые заболевания. И большую роль в этом играет курение. Потому что каждая выкуренная сигарета на 20 минут вызывает спазм, резкий спазм капилляров и сосудов. Что в результате в них замедляется кровоток, утолщается эндотелий, это внутренняя оболочка сосудов, повышается липкость тромбоцитов. Как следствие возникают тромбы в организме. А тромбы это причина инфарктов и инсультов. Потому что вот эти химические элементы, более 5000 видов, они повреждают ДНК клеток организма. Любых, не только легких. И мутируют клетки, что приводит к образованию онкологических заболеваний. Вот у нас каждая третья смерть от онкологических заболеваний вызвана курением. В России это доказанные цифры. Ну, список болезней можно, конечно, продолжать долго. Да, да. И фертильность у женщин, и эректильная дисфункция у мужчин, и снижение остроты зрения. Зрительный нерв страдает. И глаукома, потому что курение повышает внутриглазное давление. И язвенные болезни желудка, 12-перстной кишки, потому что сигаретный дым, он стимулирует выработку соляной кислоты, которая натощак разъедает стенки сосудов. Ну что ж, тогда бросать надо здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас, в чем мы вам можем помочь. Потому что у нас работают специалисты, которые лечат отказу от курения, да, от никотиновой зависимости. Лечат, работает телефон горячей линии 444-0086. И имеется соответствующая аппаратура, с помощью которой наглядно можно убедиться во вреде курения, конкретно для этого человека. Центр медицинской профилактики вообще проводит очень много мероприятий по программе отказа от курения, в том числе и лекционные какие-то мероприятия. Мы очень много ездим с программами по клубам города и по просьбе организации, выезжаем в организации. Также мы выезжали даже на детские площадки по этой программе. А с кем вы там работали на детские площадки? У нас есть такой аппаратик, смокелайзер, с помощью которого мы определяли количество угарного газа в легких у детей, ну и также у их родителей. Это согласие родителей? Да, конечно, согласие родителей. Возраст детей, ну где-то от 3 лет и до 18. Если у детей превышает количество угарного в отдыхаемом воздухе, то значит ребенок дышит воздухом, если в квартире курят родные, родители, бабушки, дедушки или там другие родственники. Мы проводим беседы с родителями, с бабушками, с дедушками, обращаем внимание на этот факт, потому что это вред уже здоровью детей. И что отвечает вам бабушки и дедушки, которые курят при детях? Ну они очень удивлены, что такое вредное воздействие, начинают задумываться и даже берут у нас адреса телефона, чтобы прийти и бросить курить. То есть беседа проводится профилактическая, говорится о вреде, не только о вреде тем, кто курит, но и о вреде тем, кто находится рядом. Также у нас сейчас проводится совместная с администрацией города Сочи программа по отказу от курения, по работе с молодежью и студентами. Я лично езжу на лекции с родителями по колледжам и школам нашего города. Мы проводим профилактические беседы, рассказываем о факторах риска, на которые нужно обратить внимание родителям для профилактики вредных привычек у своих детей. Сейчас в наше время настоящее курить уже не модно, и подростки многие присоединяются к этому мнению. Сейчас очень афишируется здоровый образ жизни, модно, даже стало модно ходить в спортивных костюмах, спортивные обуви, потому что именно здоровый образ жизни пропагандируется среди молодежи. Все антитабачные акции полны наглядной агитации, самой разной, плакатной, демонстрационной, двигательно-активной, а порой и устрашающей правдивой. Иначе нельзя в борьбе с никотином. И побеждает тут спорт, и, конечно же, ЗОЖ. Здоровый образ жизни даешь молодежь. Поблически не готовы к таким нагрузкам. У них, во-первых, отдышка, слабая выносливость из-за курения. Легкие начинают гнить из-за этого, это очень мешает спорте. Легкие дыхания, собственно, задыхаешься, когда, например, бегаешь или тренируешься. Выносливость падает очень сильно. Лучше кушать бананщики, чем курить и пить. Мне как бы родители запрещают курить. Я не люблю обманывать родителей. Ну и, в общем, это вредно. Вредит здоровью. А здоровье для меня главное. В городе курить не модно. Мы хотим дышать свободно. Дополнительно у нас еще есть такие рейды, когда наши сотрудники, доктора, специалисты выезжают в общественные места и разговаривают с курящими и ведет пропаганду индивидуально с курящими людьми прямо на улицах в общественных местах. То есть у нас сотрудники все очень активно заняты в реализации антитабачного закона. А что говорят вам курящие, когда вы вот так неожиданно подходите к ним? Ну могу прямо сказать реакцию, потому что сама много раз подходила. И люди начинают стесняться, переживать, во-первых, что... Ну их как бы заметили за этим, за курением. Говорят, что да-да, мы собираемся бросать. То есть есть такое, что человек не очень комфортно себя чувствует, когда его застают за тем, что он курит сигарету. Скорее всего, это вызвано именно пропагандой, которая сейчас проходит по стране. То есть становится курить стыдно. Люди прячутся, прячут глаза, пытаются как-то оправдываться и говорить, да-да, мы придем обязательно к вам в центр за помощью. Интересуются, откровенно интересуются, записывают телефоны, записывают адреса. Доходят, конечно, не все, однозначно. Единицы доходят, потому что решиться на такое тоже надо силу воли и желания. Но ведь доходят. Доходят, конечно, поэтому, видя результаты, делать этим заниматься хочется. Негативно отношусь к курению, когда молодежь ходит по улицам и курит, когда проходит очень много мам с маленькими детьми, и проходят мужчины, которые курят, а не только мужчины. Сами вы никогда не пробовали курить? Конечно, пробовала. Так, и как? Ощущения? Ничего, нормально было, хорошо. Когда это было? Давным-давно. Ну, сейчас-то не курите? Нет, уже давно не курю. А, ну, если нормально было... По молодости. Если нормально было, что бросили-то? Да так, вредная привычка. В вашем окружении есть люди, которые курят? С такими не общаемся, ни в коем случае. А сами когда-нибудь пробовали? Что именно? Курить. Что именно? Ну, есть кальяна, сигареты. А что вы пробовали? Я пробовал кальяну, но это не совсем хорошая вещь, так что я... А сигареты? Сигареты не пробовали, конечно же. Самим доводилось когда-нибудь пробовать? Ну, когда-то было. Завел семью сразу же. Решил, что это будет плохо для моей семьи. А у вас тоже миновала эта судьба? Сигареты. Никогда не пробовала и не было тяги. В вашем окружении много курящих людей? Я. О, самый главный курящий. Да, да. Много курите? Ну, где-то полупачки, может, больше бывает. А вот сейчас у нас, шесть лет назад вступил антитабачный закон в силу. Да, я знаю. Проблемы стали с курением. Там нельзя курить, тут нельзя курить. Гоняют курильщиков по всей стране. А бросить-то не хотели? Я четыре раза бросал, но не победил никак. Эльдару просто не повезло. И не попалось ему на глаза вот это объявление с приглашением в кабинет отказа от курения. А ведь именно оно и привело сюда Евгения. Ну, вы пришли избавиться от курения. Да. Настрой у вас твердый такой, да? Вы убеждены, что нужно избавиться от курения, потому что курение ничего хорошего не несет. Это проблемы, болезни и все прочее. Вот вы курите где-то более 30 лет, да? Столько же, более трех десятков лет и помогает своим пациентам доктор Лепихов. В свои 85 Александр Степанович полон сил и желания работать. И работает. В том числе и потому, что сам он... Сам я действительно никогда не курил так. И это можно благодаря этому так вот я, в общем, активно шел по жизни так. Активно занимался физкультурой и двигательный режим так, соблюдая так. И в то же время я очень аккуратно относился к питанию. Я врач-терапевт так. Ну, в процессе работы меня заинтересовало. Я, в общем, так подготовил и защитил диссертацию. Вот именно по этой теме? Нет, не по этой. По терапии. Ну, потом я заинтересовался физиотерапией и прошел специализацию по физиотерапии. Заинтересовался лечением курения. Мне удалось, просто посчастливилось встретиться с человеком, первым нашим основателем электрофунктуры. Вот, Майорыч Портнов. Это его методика, она, в общем-то, такая... Ну, до сих пор хранить... Это что, я смотрю, год-то здесь какой-то... 82-й год. Да. Да. Я немножко пошире. Ну да, немножко взросшенствую уже. Да, только эти точки. Опыт, знания, да. Вы добавляю такие корпоральные точки. Корпоральные – это по телу, не только ухо. Это аурегулярные вот это, да? Вот то, что мы говорим. Точки зависимости. Почему? Про действие на эти зоны точки действует успокаивающе. Снимает напряжение, стресс, тревогу. То, что свойственно курящим. В особенности бросает курить. Вот эти точки, я вам буду говорить, какие-то точки, вы будете сами делать так. Они предназначены в основном даже не для лечения, а для того, чтобы человек сам воспользовался и мог снимать симптомы, возникающие при отсутствии курения. Здесь несколько очень таких важных точек для жизнедеятельности организма. И для того, чтобы снять симптомы, возникающие при отсутствии курения. Лечение идет по точкам уха. 130 точек. Но есть определенные, так сказать, точки. Вот этот завиток, так, по уху, так. Вот в основном здесь расположены точки, снимающие зависимость. И здесь еще несколько таких важных точек, снимающих желание курить. И так. Кроме того, мы обязательно действие оказываем на все органы. Легкие, сердце, печень, желудочно-счерстный тракт. То есть для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти органы. И помочь быстрее восстановить это здоровье. Потому что тогда пойдет быстрее очищение организма, восстановление здоровья. Вот лечение курения Вы проводите при помощи вот этого аппарата. В чем его отличие от иглотерапии? Ну, иглотерапия, это же есть иголочки. Это же воздействие идет через кожу, через кровь. И потом нужны условия. Стерильность должна быть, кабинет. А электропунктура, она безопасная. И заниматься электропунктурой, лечение проводить в полевых условиях. Это не прокалывается, только дотравится до определенной точки. Скажите, а часто удается помочь Вашим пациентам? Я проводил такую, можно сказать, практическую, так сказать, такая работа. И в пределах 200 человек у меня прошли. И результат был такой, 92% тех, кого я лечил, они были избавлены от курения. Александр Степанович до сих пор хранит медицинские карты и отзывы своих самых первых пациентов. Они с великой благодарностью сообщают своему доктору о том, что их сигаретное рабство кончилось. Вы был в хорошем состоянии, не курю. Вот, как замечательно. Вот, журналистка, вот как она это сказала. Коллега, да? Как прекрасно жить. Вот, опять же, как прекрасно жить. Вы было в хорошем состоянии, не курю. Не курю, да. Пациенты какого возраста к Вам приходят? Есть ли ограничения? Молодые очень редко так, ну, в возрасте где-то 18-19 лет. Ну, им достаточно один, максимум два сеанса, все. А пожилые так, в возрасте 70 лет. Даже 70 лет? Да, даже 70 лет. А часто ли к Вам обращаются повторно? Ну, не очень. Я предупреждаю, что лучше старайтесь удержаться. Ну, вот поехал человек, так, встретилась компания, там, друзья, подруги, так. Три года, например, женщина не курила так. Ну, думает, ну, что, ну, закурила один раз. Ну, ничего не курит, да. Закурила, все, опять. Не ответственного. Да, и вот приехала, вернула, говорю, доктор, спасайте. Больше я, конечно, не буду себя провоцировать, так, это самое. Ну, избавил, конечно. Я вообще-то предупреждаю, малейшее что-то у Вас идет, так, заминка. С чем-то связан, какие-то стрессы. Приходите, поможем. А кто чаще сегодня к Вам обращается, мужчины или женщины? Фактически рано. Больше мужчины были. Сейчас почему-то женщины стали больше обращаться. А кому удается больше помочь? Представителям слабого или сильного? Всем удается помочь. И мужчинам, и женщинам, если у них настроен такое серьезное избавление от курения. Правда, женщинам приходится, конечно, не так. Мужчины – два, три, четыре сеанса максимум. Все. Так, а женщины? А женщины от четырех и выше, и пять, и шесть, и семь приходится. Ох, какие женщины неподдающиеся. Да, вот у них такая зависимость, что трудно избавляется. Ольга к числу неподдающихся не относится. На прием решалось полгода. Сеансов было семь. Теперь не курит. Совсем. Четвертый год. А сколько лет Вы дружили с сигаретой? С сигаретой мы дружили больше 20 лет. То есть в школе это еще началось. Когда мы сбегали с уроков, поштучно покупали на автобусных остановках, там по две, по три сигаретки бегали за угол куда-нибудь. Ну, а потом студенчество, потом работа. Ну, и как-то в то время было, наверное, модно, что ли, курить. Это сейчас больше за здоровый образ жизни. Ну, Ваше желание бросить курить, это ведь не дань моде? Нет, конечно. Но в первую очередь я задумывалась о здоровье своем. Потому что у меня начался такой хронический затяжной кашель. Ну, неприятные вообще ощущения. Я думаю, многие курильщики поймут, о чем я говорю. Утром просыпаешься с неприятным каким-то таким вот ощущением. Ну, и буквально, вот, главная задача у меня была, конечно, избавиться от кашля и сэкономить. Это уже немаловажный фактор. Скажите, ну, Вы-то ходили с супругом со своим? Да, мы ходили вместе с супругом. Он курит еще дольше. Но ему, к сожалению, сеансы эти не помогли. Кроме того, он бросил даже на полпути, можно сказать. Он сходил то ли два, то ли три раза к Александру Степановичу и понял, что курить ему нравится больше. Вот три года я уже не курю. Он пока не задумывался, чтобы повторно сходить. А чувство гордости разбирает, что я сумела? Чувство гордости? Да нет, я же не сама сумела. Мне Александр Степанович помог. Но я с удовольствием всем и каждому теперь советую и раздаю телефон Александра Степановича и Центра здоровья просто всем подряд, всем своим друзьям, знакомым. Даже таксистам как-то советовала. Тем, кто хочет, но не может бросить курить, я от души советую обратиться в Центр здоровья к Александру Степановичу. Потому что надо пробовать, надо стараться. И когда есть такая помощь, повторюсь, что я не знаю как, но это работает, надо этим воспользоваться. Кроме того, что немаловажно, это же бесплатно. Это тоже радует. А доктора Лепихова радует, что не только Ольга, но и другие бывшие курильщики теперь его надежные сподвижники. В их числе и Любовь Коширина. Просто удивительная женщина. Вот она сама избавилась, потом из Армавира маму привезла, сестру привезла, а я их тоже это самое так. Ух ты, семейный подряд. Вот. И кроме того, вот она за это время, 6 лет она сама не курит так, и прислала, ну, более 30 человек. Всех, все окружение. Как видите, это самое так. Езжай, скажешь, от любви. Вот приезжай, я из Адлера от любви. Все это самое. От любви. Пароль от любви. Что нужно для того, чтобы бросить курить? Главная составляющая. Основным является это так. Желание, разум и сила воли. Этого надо просто очень захотеть и поверить в себя. Евгений верит. Пообщались с доктором. Какие впечатления? Ну, после первого сеанса даже курить не тянет. Думал, сейчас выйду, пойду, возьму сигарету и достану. Нет. Ну и специально убрал сигареты из дома, чтобы не провоцировать свой организм. А много курили, ну, в день, скажем так, сколько сигарет уходило? Ну, не больше пачки. Ну, на ваш взгляд, это много или много? Ну, я думаю, да, много. Мы искренне желаем, чтобы у вас все получилось. А если не получится вдруг, вы все равно будете пытаться? Я думаю, получится. Если уже пришел, значит, надо добиваться своей цельсии. А что происходит в организме при отказе от курения? Через 20 минут после последней выкуренной сигареты спазм сосудов мелких проходит, и уже потихонечку восстанавливается кровоток, снижается число сердечных сокращений, снижается артериальное давление. Через 12 часов в организме снижается уровень угарного газа, повышается уровень кислорода в крови, в тканях, и снижается одышка. Через месяц восстанавливаются легкие дыхательные пути. Через год восстанавливается полностью состояние кровеносных сосудов, что ведет к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний аж в два раза. Только через 10 лет в организме ДНК восстанавливается в клетках, перестают мутировать. Только через 10 лет после последней выкуренной сигареты. А вот эти 10 лет, они также продолжают мутировать. И тогда риск онкологических заболеваний снижается на 50%. А полностью организм человека сравнивается с некурящим только через 15 лет, по всем показателям. То есть надо или не начинать курить, или как можно быстрее отказаться. А в завершение темы еще немного полезной информации для тех, кто хочет помочь себе или своим близким навсегда забыть о сигарете. Всего на базе лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского действует 9 кабинетов, включая и наш. А где они находятся? Ну территориально они при поликлиниках, в принципе при каждой поликлинике города и поликлинических отделениях города. Но не во всех. Это нужно, если кто-то желает обратиться в эти кабинеты, нужно обращаться в свои кабинеты и отделения медицинской профилактики, которые действуют во всех лечебных учреждениях. И там подскажут, есть ли такой кабинет. Если нет, пусть обращаются в наш кабинет. Мы готовы оказать помощь всем. Со всех районов к нам едут. В эти кабинеты обратилось 1744 человека. Из них 259 человек отказались от курения. Результаты нашего кабинета получается 93 человека обратившихся и 59 бросивших. То есть это уже показательно, что результативность работы нашего кабинета значительно выше, чем в остальных кабинетах. С чем это связать, я не знаю. Может быть как раз таки с той методикой, которую применяет наш доктор. А скажите, а насколько охотно сегодня ходят пациенты в эти кабинеты? Оставляет желать лучшего, да, обращаемость. Хотелось бы, чтобы больше приходило. И этому могут посодействовать и домочадцы, и соседи, которых может быть раздражает дым с балкона, который идет с соседнего. Мы готовы принять всех. И наши специалисты ждут. И кабинеты отказа от курения, действующие на базе других учреждений, также готовы оказать помощь. Методики применяются самые разные при лечении табакокурения. Это и заместительная терапия, и неспецифическая медикаментозная терапия, психотерапия. Ну, в нашем кабинете вам, наверное, уже рассказывали, что применяется электропунктурная аурикулярная рефлексотерапия. Так что любой желающий может обратиться, если не по месту жительства, то в наш кабинет. Мы находимся на улице Виноградная, 43, корпус 2, кабинет 512. Приходите. Мы никому не отказываем. Продолжение следует... Продолжение следует...